На взрыве мозга вышло крутейшее видео о лайфхаках с презервативами. Кстати, я тоже немножко поучаствовал в этом видео. Ссылка на этот ролик я оставил в описании. Мы пользуемся этими предметами чуть ли не каждый день, не задавая лишних вопросов насчёт того, что предназначение некоторых их деталей объяснить не можем. Просто по привычке воспринимая всё как есть. С вами канал ТОП ХАЙП и я расскажу о 10 предметах, предназначения которых вы не знали. Резиновый диск под крышечкой Наверняка каждый хоть раз обращал внимание на тонкий резиновый диск под крышечкой бутылки с минеральной водой или газированного напитка. Многие полагают, что диск нужен, чтобы вода не вытекала. Но на самом деле именно резиновый диск позволяет удерживать растворённый в воде газ. Без него газированные напитки спустя короткое время превращались бы в обычную сладкую воду. Чёрточки на клавишах Обратите внимание на клавиатуру. На ней можно заметить объёмные чёрточки на клавишах F и J. Именно эти клавиши являются ориентиром для людей, обучающихся или владеющих методом слепой десятипальцевой печати. На этих буквах должны стоять указательные пальцы. Отверстие в навесном замке В наше время навесные замки можно увидеть на дверях сарая, в гараже и воротах. Но многие ли из нас обращали внимание на маленькое отверстие внизу и уж тем более знают о его предназначении. В первую очередь это отверстие предназначено для отвода воды, которая попадает в замок, чтобы механизм не заржавел. А во-вторых, в это отверстие следует заливать масло для смазки личинки замка. Кстати, если вы тут впервые, не забудьте подписаться. Но мы переходим к предмету номер четыре. Металлический наконечник рулетки Отверстия на металлическом наконечнике рулетки позволят зацепить измерительную ленту за шляпку гвоздя, в том случае, если вы работаете в одиночку. А зубчики на том же наконечнике помогут сделать отметку, если под рукой не оказалось пишущего инструмента. Колпачок канцелярского ножа Если посмотреть на конструкцию канцелярского ножа, то сзади можно увидеть нечто похожее на колпачок, который отсоединяется. С помощью этого колпачка из специальных линий на лезвии можно отделить затупившуюся часть ножа, что очень даже полезно. Пятый карман джинсов Предназначение самого маленького кармана джинсов для многих людей представляет загадку. Крупные вещи туда не помещаются, а слишком мелкие потом невозможно извлечь. Существует мнение, что пятый карман был изначально предназначен для вношения карманных часов, позднее для популярной зажигалки Zippo. А когда зажигалки Zippo уступили свое место марке Cricket, кармашек был немного видоизменен. Маленькое отверстие в иллюминаторе самолета Иллюминатор самолета состоит из двух пластиковых окон. Из-за большой разницы давления между кабиной самолета и наружным пространством, внутреннее стекло может лопнуть. Маленькое отверстие способствует отводу воздуха между кабиной самолета и межстекольным пространством, таким образом нормализуя давление между ними. Боковые отверстия в кедах Все любители кед наверняка замечали боковые отверстия чуть выше подошвы. Дело в том, что изначально кеды были предназначены для баскетболистов, и через эти отверстия спортсмены пропускали шнурки, чтобы обувь плотнее прилегала к стопе. Кстати, такой способ шнуровки поможет сузить слишком широкую обувь. Но это еще не все. Второе назначение боковых отверстий – естественная вентиляция, которая препятствует потению. Образец ткани Вряд ли найдется человек, которому не знаком небольшой пакетик с клочком ткани, приколотый к новой вещи. Некоторые ошибочно думают, что он предназначен для заплаток. На самом же деле, таким образом, производители предоставляют покупателям образец ткани, из которой сделана вещь. Такой кусочек поможет определить, как изделие реагирует на стирательные порошки, моющие средства и глажку. Отверстие в ложке для спагетти Разумеется, это отверстие в ложке для спагетти предназначено для слива воды. Но оказывается, у него есть и другое предназначение. А именно, диаметр отверстия позволяет точно измерять оптимальное количество сухих спагетти для одного. Надеюсь, что вам было интересно. Буду рад, если поддержите видео лайком и, как обычно, спасибо вам за просмотр.